Я уже два раза тушила свечку и три раза зажигаю. Это у меня уже рекорд. Три видео подряд я еще не писала никогда. Господь любит людей и он плачет, потому что правды нету, справедливости нету, есть эксплуатация и есть то, что многие жаждут денег и славы. И славы, к сожалению. Так вот. Сегодня я говорю о черных дырах уже в шестой раз, потому что у меня открывается каждый раз новые явления, новые исследования ученых. Я благодарна Богу за ученых. Они грамотные, они работают. Их Бог за что-то благословил таким чудом. Хлопот не имеет, финансирование получают и ищут. Да, я, конечно, может им где-то и завидую, но я пожинаю их работы. Вот. Что обнаружили ученые? Значит, как это объяснить? Значит, как они объяснить? Ученые обращают внимание на то, что... Значит, ну это я говорила перед этим. Перед этим говорила. Куда исчезли звезды в сто штук? Сто штук куда-то провалились. В общем, за 70 лет исчезли звезды. Никто не заметил, куда они исчезли. В общем, только что я об этом говорила в предыдущем видео. Можно долго смеяться. Вот. Ну, просто ученые ищут ответы на вопросы, которые я уже читала. Но еще раз прочитаю. Вот. Ну, тут я очень серьезную тему изучала. Конечно, очень, очень прекрасную. Как раз я размышляла о том... Прекрасная тема. Потому что я как раз размышляла о том, что окружает нашу Землю. Что защищает нас от ягерного излучения. То есть... Да. И получается вот, что я записал. Вопросы, которые ученые не понимают. Почему в некоторых зонах космоса техника выходит из строя? Почему космические корабли аномально ускоряются рядом с планетами? И почему за последние 70 лет аномальным образом исчезли 100 звезд? Вот в предыдущем видео я говорю. Ну, смешно звучит. Вчера слушаю видео, что взрывается. Звезда рождается сверхновой. И благодаря этому взрыву появляется 100 новых звезд. Ну, так я слышала. Новые звезды появляются. Тут, оказывается, ученые сравнили карты 70-летней давности. В 50-е годы карты составляли звездного неба. 100 планет куда-то исчезли. 100 звезд, извините, куда-то исчезли. И причину ищут. Одна из причин. Ну, есть версии, куда же они исчезли. Надо же искать. Может, это Бог их убрал просто незаметно. Понимаешь? Но ученым, вернее, не нравятся такие ответы на вопросы. Вот и они. Одно из ответов звучит так. Из-за перерождения сверхновой звезды. Вот они исчезли. То мы рожаем, то мы вырождаем. То есть, мама, роди меня обратно. Знаете, вот так вот переродилась. Понимаете? До чего дожились уже. Понятно? Тут звезды взрываются, рожают. Ну, конечно, я с этим не согласна. Это Бог творит. Он приводит галактики во Вселенную. Понимаешь? А тут оно уже наоборот. Обратный процесс. Ну, извините, сколько можно эту лапшу терпеть? И люди слушают, слушают и верят. Понимаете? Вот они верят в это. Да, да, вот чётко объясняют, как жить без Бога. Страшно без Бога? С Богом вам страшно. А мне страшно без. Мне страшно оказаться в аду. А вам страшно жить? С Богом страшно. Понимаете на себя. Вот. В общем, один бывший космонавт Генри Бёрдс рассказал, что он когда в 2010 году полетел в космос, только я закрыл глаза, и вдруг бах! Гигантская слепительная вспышка, но никаких звуков. Южно-атлантическая аномалия. Самая странная из известных нам загадок. Нам такое рассказывают. В общем, он столкнулся с этой южно-атлантической аномалией. Эта мощная вспышка света не только потрясающе выглядит, но и смертельно опасна. Она возникает абсолютно бесшумно. В зоне её действия компьютер выходит из строя, а человек получает высокую дозу радиации. Эту зону называют космическим Бермудским треугольником. К счастью, учёные уже приблизились к разгадке этого явления. И для того, чтобы разобраться, как устроена эта аномалия, нужно разобраться, что такое радиационные пояса Ван Аллена. Когда радиация, которую излучает Солнце, достигает Земли, оно попадает в зону магнитного поля, образуя радиационные пояса вокруг нашей планеты. Эти пояса защищают Землю от высокозаражённых электронных частиц, которые выбрасываются с поверхности Солнца. Это своеобразный щит. А почему не сказать Богу спасибо за этот своеобразный щит? Вы же говорите, что от взрыва мы взорвались, от взрыва мы появились. Если мы от взрыва появились, то как щит образовался от взрыва? Нужно Богу воздать славу за этот щит, который мы разрушаем своими вмешательствами. Кто будет восстанавливать этот щит? Мы своими спутниками и своими космическими королями, мы же разрушаем этот щит. Что, не знаете? Поэтому у нас такие аномалии сейчас на планете. Понимаете, что радиация проникает в нас из-за того, что космические корабли, как это говорится в фильме, бороздят нашу Вселенную. Понимаете? Вот так мы живем. Но, может, Богу надо молиться, чтобы Он восстанавливал и тратил время на нас? Взывайте к Богу. Мы же умираем из-за этого. У нас же онкозаболевание из-за этого. Бороздят нашу планету. Вот и бороздят, вот и борозды, понимаете, нашу Вселенную. Это своеобразный щит, однако он образовывает странную магнитную ловушку. Понимаете, их возмущает странная магнитная ловушка. Бог защиту поставил, чтобы люди не умирали на Земле от Онкозаболевания. А их удивляет эта магнитная ловушка, от которой страдают, видите ли, космонавты. Как он это делает? Из-за того, что Земля немного сплющенная, ее магнитные поля тоже отклоняются от географических полюсов. Таким образом, радиационные полюса Ван Аллена тоже отклонены. Место, где внутренний радиационный пояс располагается ближе всего к Земле и образовывает так называемую южно-атлантическую аномалию. Какое влияние оно имеет на нас, людей? В данный момент оно не имеет ощутимого воздействия на нашу жизнь на Земле. Но, согласно исследованиям НАСА, она постепенно расширяется в западном направлении, а действие нашего щита ослабевает. Это беда, это беда. Более того, аномальная область разделяется на две зоны, и это уже создаёт помехи для наших спутников. Однако, воздействие магнитного поля на заражённые частицы из космоса создаёт ещё одно необычное явление – полярное сияние. Это выглядит невероятно красиво. Все об этом знают. Со всего мира люди сижаются, чтобы посмотреть на это необычное чудо. Однако, мало кто знает, что оно также непредсказуемым образом влияет на психику человека. Даже не на физическое тело, но на психику человека. Полярное сияние в буквальном смысле может свести вас с ума. Как это возможно? Поскольку частота, с которой оно пульсирует, близка к основным ритмам человеческого мозга. Это может вызвать сбои в сознании людей. Однако, помимо странного воздействия на корабли и техники, космос интригует нас и другими сюрпризами. Согласно наблюдениям межгалактической группы, за последние 70 лет этого неба исчезло 100 звёзд. Основно мы сравнили звёздные карты, которые были созданы в 1950-х годах прошлого века с теми, что были составлены в наши дни. Оказалось, что около 100 звёзд, которые были на старых картах, исчезли по неизвестным причинам. Как это объяснить? Звёзд первых. Звёзды могли исчезнуть по причине обыкновенного природного явления, например, из-за перерождения сверновой звезды. Ну, я уже два видео возмущаюсь. Ну, я же вчера говорила, чтобы рассказывать, что звезда взорвалась и возникли новые звёзды. Сейчас вы говорите, что пропали звёзды из-за этого. Ну, хоть молчите на эту тему, хоть не говорите. Или поглощены чёрными дырами. Ну, может быть, это уже ближе к теме. Также они могли изменить положение и отдалиться. Однако другие учёные обращают внимание на то, что выявленных аномалий слишком много, чтобы объяснить таким образом все пропавшие звёзды. Более того, ни одна из исчезнувших звёзд не имела признаков перерождения в сверхновую или нейтронную звезду. Альтернатива на объяснение этого загадочного события предполагает, что пропавшие звёзды могли перейти на следующие этапы своего жизненного цикла. Потрясающе! Что это за этапы, пока что мы не знаем. Но это может стать дальнейшим предметом для дискуссий и дальнейших исследований. И вот то, что я хотела сказать. Учёные Московского университета США открыли странный феномен и раскрыли неведомые детали из центра нашей галактики. Из центра, а именно загадочный рентгеновский поток GO 17041. Это явление образуется в результате неизвестного нам межзвёздного феномена, который, по мнению учёных, влияет на эволюцию Млечного Пути. Это неизвестное явление проанализировал астроном Массачусетского университета Ван Херсте Даниэль Ванг и нашёл в нём следы некой рентгеновской нити. Она протягивается на 20 световых лет и раскрывает перед нами новый феномен, который может управлять потоком энергии и эволюцией Млечного Пути. Нить свидетельствует о активном процессе магнитного присоединения, которое происходит, когда два противоположных магнитных поля сталкиваются друг с другом и в итоге объединяются, высвобождая огромное количество энергии. По словам учёных, это насильственный процесс, который несёт ответственность за такие хорошо известные явления, как северное сияние или солнечные вспышки, влияющие на космическую погоду, способные нарушить работу средств связи даже здесь, на Земле. Какой общий поток в центре галактики? Как он производится и транспортируется и как регулирует галактическую экосистему? Это фундаментальные вопросы, которые помогут раскрыть историю нашей галактики. Я в шестое видео пишу о чёрных дырах и говорю, что чёрная дыра это тот центр, возле которого крутится любая галактика. В любой галактике в центре находится чёрная дыра. Вот это вот изучение, вот это явление обнаружили где? В центре галактики. Вот вам воздействие, вот вам магнит, вот вам и сила, которой держится наша Вселенная. Вот такой информации мне Бог показывает. Если я не права, спорьте со мной. Будьте богословенны. Продолжение следует... Продолжение следует...